Главная мотивация, понимаете? И, конечно, Юре повезло, он родился в то нужное время у нужных родителей. А Юра, во-первых, он любил вот эти всякие тусовки с народом, понимаете, со своими друзьями, со старшими. И он не ходил на тренировку. Он нормальный. Знаете, у меня два сына. Старший и младший, Юра. И вот, слава богу, я не переживаю, не нервничаю. И, слава богу, вот я сейчас живу спокойно. То есть у меня голова не болит. Почему вдруг каноэ? Он говорит, Люда, я его вижу в каноэ. Бодярочников много, а каноистов мало. И потом, когда он начал, его поставил на колено, и он стал слева грести. Я говорю, Евгений Викторович, а почему вдруг еще и левого? Он говорит, потому что левых каноистов вообще это дефицит. Да, у него не было выбора. И он вот эту лодку, он сел на этой лодке и делает круг. Я смотрю, мой сын тонет. Тонет просто. Я говорю, Юра, давай быстрее к берегу. Юра подплывает, у него полностью лодка в воде. И он по колено в воде стоит. То есть, если бы еще там метров сто, он бы вообще так плавно пришел бы ко дну. Мы эту лодку выливаем. Юра, твоя задача достать последнего. Вот делай, что хочешь. Но ты должен последнего достать, чтобы ты не был последним, а чтобы был предпоследним. Он достал троих. Понимаете? Вот какая воля к победе. Я хотела, чтобы он стал олимпийским чемпионом, но здоровье свое не потерял. И каждому олимпийцу давали это зернышко, и каждый олимпийц садил его, а потом его пересаживали и типа озеленяли планету. Чтобы все, знаете, как говорят, нужно посадить дерево, вырастить сын и построить дом. Вот вы пока еще ничего не сделали, но хоть цветы посадите когда-нибудь. Ну и своим родителям скажите, чтобы они вам не мешали тоже, не мешали, чтобы помогали вам найти, чтобы они вам помогли найти вас в этой жизни. На старт внимания марш. Еще марш не сказали, а этот Жуковский из Белоруссии, он сделал мощный грибок. А что такое мощный грибок? Значит, на старте там есть вот такие вот ловушки, они пластиковые. И когда на старт внимания марш, нажимают на кнопку, и эти пластиковые ловушки, это как мировые стандарты, у нас таких еще нету, к сожалению. Они опускаются, и лодка может спокойно себе следовать к финишу. А если на старт, внимание, и вот уже спортсмен начинает грибок, то он перескакивает через эту ловушку, перескакивает. И вот Юра, он сделал такой мощный первый грибок, у него очень мощный, и он поломал себе носик. И, конечно, фальстарт, всех вернули назад. И разговаривает. Юра, Андрей говорит, вот, я буду... Андрею уже было 17, 17-18. Да, 14-15 лет было. А это, он прошел уже первый пункт. А вы же летаете в командировке, туда-сюда, без крючки. Мама звонила, говорила, алло, здравствуйте. А вы мне не забыли, у вас в Одессе на хрусте. А вот что, а вот это, а вот то. Все время руку на пульсе надо держать, понимаете? Это первая заявительственная, да, вот эта золотая. Во феноменальную победу в Лондоне, и в финише-прием, благодаря ему все в миг узнали о существовании гребки на каное. Оказалось, зрелищный вид спорта. У нас серьезная школа. Юрий Чебов теперь мировая спортивная легенда. Кратный наимпийский чемпион. У него в южности с разрешением продолжают взглядом на его несущиеся в голове к байке. Да, чемпионата Советского Союза в Новый Дарк. Конечно, тогда я не воспринимал как тренера, потому что это мама, и я их туда, она возвращает такого строгача. Вот моя мама и Ряшлан Михайлович Сорокин, они вот в этом месте занимались. За мной тренер приезжал домой, когда я их видел в отзывовке, он увидел вот мне потенциал, он приезжал за мной домой, чтобы заставлять меня ходить, чтобы ущипеть меня в этот спор. Постепенно, спустя два года, я уже стал чемпионом туда, у Крымя, у Лангарии. Ряшлан Михайлович Сорокин туда. По сей день он мне приезжал, что он сказал, зачем нам идти. Если соревнования, я ему сказал, что это серьезно. Мне 17 лет, и я уже опытный Лангарии. Мне так все легко давалось. Я, скажем так, ну, да, Лангарии, да, для меня это были такие же самые соревнования, как Черкану Крым. Тогда я особо так и не дуковал отношения. Халатно отнесся, поехал туда, заболел. Приехал туда, лечился. Я не понимал целого этому всему. То есть люди работают по 17 лет, ни разу не выезжают в Киеве. А тут и получается четвертый год, когда уже такие волки были, там, до 40 лет. А мне 17. Конечно, они меня проживали и вычили. Вот с 18-го сном у меня первая лекарь, то есть это 8 лет, ушло на то, чтобы... Посмотрите, видите, полкосмоса. На второй раз. И, смотрите, так же. 12-й, тут было с тобой уже... Он даже не понял, что он выиграл. Это такая, ну, это вспышка, такая просто эмоция. Это пик, это катались. Я не поверил, когда вот впервые выигрывали в Киеве, я не поверил, потому что мне казалось, сейчас вернул заезд, сейчас будет передаезд. Во-первых, когда на пьедестал вышел, у меня что-то, просто когда уже на мне была медаль, я уже целый год, и заступали, я работал, что-то было сделано, знали. Я на соседу злой, и я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я знаю. Я не знаю. Первое, начальное, это должно быть вот характер, здоровье, друголюбивость, подарки, баланса. Это ждать. То есть без чувства отдых, без чувства восприятия твоего, твоей профессии, твоей деятельности, никогда не достиг. И если ты друг другу тебе тренером, чтобы вы не говорили, мы не останемся. Вы будете слышать, слушать и выполнять. Тут нельзя говорить об уме, как о человеке, который сам сегодня будет. Конечно же, не так. Я бы не летел тренера без культа, то есть мама, которая меня тоже тренировала. Спасибо. Когда ты смотришь на заезд, смотришь, там видят, там, он же чемпион мира в прошлом году, там. А я вот на него стою, что делать? Это не понятно, что не получится. И сам себя накручивал. Продокс. Человеческая мысль, она такая. И пока я до этого нашел, прошел не один год. Я надеюсь только на молодежь, что она поменяет ситуацию у нас в стране. Потому что я очень люблю свою страну. Наша страна – это наша земля. Вот то, что наши девочки, вот то, что наши там руководители – это они не наши. Потому что они так себя ведут по-хамски. И относятся и к людям, и к нашей земле. И я думаю, что вот благодаря вам, молодежи, что вы все-таки переломаете эту ситуацию. Потому что не одно еще поколение пройдет, но вы, вот делайте, вы делайте свою цену. Потому что вам тут жить. Потому что нигде нас никто не ждет, чтобы вы понимали. Сегодняшняя наша встреча – это такая финальная, красивая, большая нота в большом длительном мероприятии, посвященное 40-летию города, которые вообще весь год у нас расписаны. А это цикл мероприятий под общим названием «Спортивная слава Южного». Начиналось еще все в феврале месяце. У нас было много мероприятий, посвященных спортивной тематике. В том числе в детском отделе. Мы приглашали детских тренеров на встречу с детьми. Потом здесь уже в большой библиотеке взрослой проводилось мероприятие, посвященное Вячеславу Терзиолу. И вот сегодняшнее мероприятие – это, так сказать, финал цикла этого, посвященный Юрии Чебану. Мы переживали, что, в принципе, как бы, что она не в Южном живет, что, может быть, и тяжело будет приехать и так далее. И радостно выяснили, что она очень контактный человек, идет с радостью на контакт. И не было проблем. То есть единственная проблема была наша погода. Немножко подгуляла. В принципе, еще в конце марта планировали это все. Ну, вы знаете, погодные условия. Немножко внесли свою коррективу. Поэтому вот сейчас произошло это все. Очень вдохновленно все прошло. Как для меня очень позитивный человек. Но Александровна, ну, как бы, вот, видно, что она своим позитивом заряжает. Самое главное – это идея, вот, и она сегодня звучала, что главное – нужно добиваться цели, не сдаваться на середине, как говорится, на начале пути. Что главное – ставить цель. И, может быть, кому-то она покажется грандиозной, несуществимой, невыполнимой. Но, как сегодняшняя, вот, наша гостья и ее сын доказали, что нет несуществимого. Главное – стремиться к чему-то. Чем грандиознее цель, тем выше достижение в итоге. Боевая женщина ставит, мотивируется, чтобы мы ставили себе цели, и чтобы мы побеждали во всем том, что мы себе пожелали. И чтобы мы, ну, короче, были самые лучшие. Чтобы поднимали нашу Украину на высшие точки. Юрий Чепан знал уже давно. Мальчишек наших тоже уже приглашали многоразово, чтобы и шли тренировались. У меня есть знакомые, которые занимаются этим видом спорта. Ну, конечно, это известная персона у нас в Южном мире. Очень, как бы, гордимся им. Библиотека, ну, как бы считается, чтобы тут приходили, читали. Но такие мероприятия, да, это интересно послушать, интересно узнать новое что-то. Но мне хотелось бы, чтобы такое проводилось чаще. Я с удовольствием, с большим аппетитом все бросаю и приезжаю. Почему? Потому что я считаю, что это как мотивационный урок для, во-первых, и для взрослых, и для детей. И я считаю, что, ну, не знаю, мне кажется, что нужно регулярно делать такие встречи. И слава Богу, что вы пригласили. В Одессе вообще нас не приглашают. Знаете, нет пророка в своем аптечестве. Ничего не готовлюсь, потому что вот это вот я прожила с жизнью. И я просто достаю из очередного закутка свои вот мысли, ну, свою работу, можно сказать так. И вот опыт свой, опыт. И делюсь с людьми. И многие, конечно, берут пример и как бы на вооружение, вот что нужно сделать, вот даже со своими детьми, потому что я иногда даю советы. Потому что у меня два пацана классных, и Андрюша старший, и Юрчик. И вот я горжусь. Я очень здорово их воспитала. И я вот хочу, чтобы все такие вот были у нас дети. Тогда бы не было у нас проблем вообще. Книгу написать я уже вот давно. Как воспитать чемпиона. Это очень будет хорошая книга. У меня очень много, как бы, я уже делаю некоторые такие записочки. Ну, не знаю, это нужно быть усидчивым, понимаете. Я вот не усидчивая. Я вот ищу, кто бы мог вести меня. Книгу написать это не очень просто. Но в школе я писала очень хорошее сочинение. Поэтому, я не знаю, я думаю, что у меня получится. Вот я вот чувствую, что получится. И эта книжка, она будет, как такая, знаете, руководитель. Вот как воспитать ребенка. Потому что многие родители сейчас неправильно воспитывают. Они балуют очень детей своих. Они разрешают детям, чтобы дети поднимали на них руки. Там били их, или там капризничали. Ногами двигали, кричали истерически. Нельзя так. Надо как-то держать в каких-то рамках. Потому что потом ребенок привыкает и будет это до пенсии делать. Вот это стучать ногами. Юра сейчас стал чиновником такого высокого разряда уже. Но пока что, слава тебе Господи, вот мне тренера звонят, благодарят за сына и за руководителя. Потому что Юра очень как-то плавно перешел от спортсмена к руководящему составу нашего комитета физкультуры и спорта. Вот. И он стал сейчас ведущим тренером, так скажем. Ну, не ведущим тренером. Он сейчас подхватил группу Вячеслава Михайловича, мальчика ведет. Вообще он решает все вопросы, что касается гребли у нас в Украине, у нас в стране. И я думаю, что Юра, он, понимаете как, он хочет всем сделать, чтобы было хорошо. И многие спортсмены тоже благодарят меня, потому что многие за свой счет ездили когда-то. А сейчас Юра как-то там умудряется их оплачивать вот эти вот сборы, соревнования и так далее. Ну, то есть Юра сам был спортсменом. И потом он знает, потому что Юра тоже попадал. Но благодаря нашему припортовому заводу, благодаря Горбатко, благодаря Чернышеву, Сергею Александровичу, то Юры как-то рикошетом отскакивали вот эти вот прессуха, вот эта, которую прессовали. Киев прессует? Прессовал Юру тоже. И лодки отнимал там и так далее. Ну, в общем, были такие моменты. Нужно было отбиваться, понимаете? Всех растахливать локтями. Потому что каждый же своего хочет спортсмена, понимаете, поставить лодку. А кроме Юры я вот лично не видела, вот кто мог завоевать олимпийскую медаль. То есть я видела только своего сына. Потому что я всех знала, всех, кто там как гребет и что. Все хотят стать олимпийским чемпионом, но не каждому это дано. А Юра вот родился, потому что еще в роддоме мне сказали, что забирай своего директора, представителя колхоза. Я говорю, почему? Представитель колхоза. Ну, говорит, минимум он будет капитаном дальнего плавания. Это минимум. А так он такой у тебя герой родился. Пять килограмм родился. Поэтому я знала, что я родила человека, который в дальнейшем будет очень знаменитым. Я помогла ему это сделать.